Просто ездят в 17 часов, что там один, ну не важно. Радио Собостровы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, это действительно программа «Особое мнение». Я Марина Королёва, ну а напротив политолог Станислав Белковский. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Марин. Умоляю, только не про Депардье. Лучше что-нибудь про КС, про будущее оппозиции, власти, Путина и России в целом, хоть про мужей Пугачевой, но только не про французов на Руси. Это не я, это наш слушатель пишет. Я так и понял, да. Ну, смотрите, я думаю, что... Я думаю, что не совсем так, как наш уважаемый слушатель. Смотрите, я думаю, что Депардье мы все равно не обойдем своим вниманием, но, по крайней мере, не в начале. Давайте хоть в этом пойдем навстречу нашим слушателям. Слушайте, вот давайте про Анну Каренину на самом деле. Да, конечно. Москва маленький город, и бывает так, что вот попадаешь с политологом Станиславом Белковским на один и тот же сеанс. Так что, может понять иностранец русскую душу? Если он Том Стоппорт, то да. Конечно, в этом, собственно, и секрет успеха. То есть вам понравилось? Я считаю, что это гениально. Это лучший фильм за несколько лет. Причем совершенно понятно, что произошло. Мне лично совершенно понятно. Том Стоппорт взял «Горе от ума» Товстоногова, «Вишневый сад Эфроса». Все это было упаковано в голливудскую оболочку со всеми ее приколами. Вот получился шедевр. А тот, кто не знает русской театральной традиции, как писатель Дмитрий Быков, с которым мы полемизировали над темой... И который тоже попал на тот же сеанс случайно. Да, на том сеансе, на выходе из кинотеатра «Октябрь». Тут, конечно, не может этого понять. Я приношу Дмитрию Львовичу свои глубочайшие извинения. То есть вам кажется, что все-таки Голливуд может снять про душу Россию? Я повторю, что если автор сценария Том Стоппорт, то да. Это все очень ситуативно. Ну хорошо, ладно, мы все-таки не будем... Чтобы нас с вами не обвинили в продвижении Голливуда, тем более, что вот тут еще и действительно эти пардеи и все такое. Мы просто объясняем аудитории, в чем секрет успеха этого фильма. Который, на мой взгляд, ну это лучше Анна Каренина за всю жизнь, на мой взгляд, и уж которая превосходит все, что... Всякую Анну Каренину, которую мы когда-либо видели, сейчас нас все обидятся, на меня все обидятся. Вот, но, в общем, понятно, что от чего все, так сказать, в чем секрет, ингредиент этого, рецепт этого успеха. Ну, теперь каждый может потом проверить свои впечатления и сверить их по Станиславу Белковскому. А мы тем временем все-таки к нашим современным делам. Вот смотрите, две вещи произошло, вот буквально за сутки. Во-первых, в Москве вступил в силу городской закон о гайд-парках, это с одной стороны. А в северной столице, в Санкт-Петербурге запретили битву снежками на Марсовом поле. Вот вас здесь в связи с этим спрашивают. Ну, во-первых, как вы относитесь вот к этим событиям, то есть подойдет ли место для гайд-парка в результате, их два, парк Сокольники и парк Горького. Что делать с такими идиотскими, на взгляд, наших слушателей запретами, как запрет на битву снежками? Ну и третий вопрос я задам, когда вы ответите на два первых. С какого начинаем? Мы начинаем про гайд-парки. Понимаете, сами все гайд-парки – это хорошо, это способ канализации протеста активной части общества, поэтому весь вопрос в том, существует ли этот протест в концентрированной форме и в достаточном количестве его участников. Если он существует, то никакие законы города Москвы действовать не будут. Просто люди пойдут на Кремль, например, и возьмут его. А если этого протеста нет, то все равно, где гайд-парк? Хоть в рекреационной зоне Московского нефтеперерабатывающего завода. Но люди-то, может быть, и пойдут, да их остановят. А кто их остановит? Только чеченские отряды, которые сквортированы в президент-отеле и в Одинцовском районе Московской области. Это что такое за информация? Ну, это уже… Это все знают? Это не вино Мнитона, да, да, конечно, конечно. А, собственно, они там и сквортированы, потому что есть большие сомнения в лояльности регулярных частей ОМОНа и… Сейчас он АПОН называет, да, поскольку это не милиция, а полиция. И армии, да, что стрелять своих-то не будут. А чеченцы постреляют. И давно они там, по вашим сведениям? Ну, года 3-4 точно. То есть я все пропустила. Это точно абсолютно. Вы ничего не потеряли. Анна Карина лучше значительно, чем чеченские отряды. Вот. Давали клятву над Невой. А что касается битвы снежками на Марсовом поле, но то, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко абсолютно неадекватен в своей должности, это стало ясно примерно на 46-й секунде матча. То есть вы думаете, что это связано с неадекватностью губернатора, что это не распоряжение свыше запрещать подобные акции? Уверен, что нет. Потому что я не представляю ситуацию, при которой кто-то мог бы дозвониться до федерального руководства с вопросом, запрещать битву снежками на Марсовом поле или нет, и не услышать возведка, а нецензурный ответ. И как реагировать на подобные запреты людям, властям, Москве? Ну, во-первых, битву снежками можно строить в другом месте. Во-вторых, ее можно строить прямо на Марсовом поле, потому что я не вижу никакого механизма пресечь ее. А в-третьих, реагировать надо так же, как на присуждение российского гражданства Жарару де Фарде. Никуда мы от него не уходим. Это, да, конечно, и не собираемся. Это, ну, существует принцип Белковского в политологической науке, который гласит, что по мере деградации системы она начинает принимать решения крайне контрпродуктивно для нее самой. Все. Этот принцип действует без отказа. Хорошо. Я войду в историю все-таки с этим принципом. Ну, это мы тоже будем иметь возможность проверить, я надеюсь. Да, потому что очень молодая. Ну, да. Не все. Я уже не будет в этот момент. Ну, так интересно. Хорошо. Но, с другой стороны, смотрите, это вы со стороны властей смотрите. А вот вас тут спрашивают, вы, как опытный политолог, можете что-нибудь порекомендовать оппозиции, помимо митингов, каким способом можно влиять на власть? А вы знаете, я 11 лет что-то рекомендовал оппозиции. И я решил перестать это делать, потому что оппозиция состоит сплошь из предателей и людей, которые пытаются разменять свой политический ресурс на благосклонность Кремля даже в минимальном формате. Кроме того, она состоит из социопатов, то есть людей, не способных к коллективному действию, видящих во всем подвох. Это вы про оппозицию? Да, это я про оппозицию, про оппозицию, конечно. А поэтому нынешней оппозиции я ничего рекомендовать не буду. Я порекомендовал нынешней оппозиции только самораспуститься и создать новую оппозицию. А откуда же ей взяться, новая оппозиция? Откуда угодно. Главное, понимаете, нынешняя оппозиция ведет себя точно так же, как власть. Она заявляет, что ей нет альтернативы. А почему ей нет альтернативы? Давайте посмотрим на Координационный совет оппозиции. Там в большинстве своем представлены люди, которых еще никто недавно никто не знал. Ну так еще раз поменяем, ничего страшного. Хорошо, мы продолжим этот многообещающий разговор. Это будет примерно через минуту. Станислав Белковский, политолог, здесь, в студии особого мнения. Лена пишет, что вход в эти парки платный, но на самом деле нет. Я не знаю, что там с Сокольниками, в парк Культура, по-моему, нет уже. Так вот, по поводу Анны Карениной, пожалуй, единственное, что меня совершенно вывело из себя, это обледеневший поезд. Вот когда я увидела, как он выдвигается, потом я вспомнила, потому что там есть текст, потому что в тексте у Толстого есть промерзший поезд. Конечно, к стопорту вот это, я тут же должен был писать человек, который очень хорошо знает роман в оригинале. Это видно сразу, по фильму. Там же отоплены лучшие куски, абсолютно. Ну, там есть одна такая спорная линия, которая касается вот этого брата, не знаю, брата Николая, мне кажется, что она какая-то странная, то есть он ее как-то странно трансформирует, но не важно. Радио «Эхо Москвы» и компания «Артелиай» представляют программу «Особое мнение». И сегодня это особое мнение политолога Станислава Белковского. Я напомню, что у нас есть номер, тайный номер, по которому можно связаться с нами, плюс семь девятьсот восемьдесят сорок пять сорок пять. Это для ваших смс. Кроме того, в Твиттере есть аккаунт «Вызван», ну и все остальные средства связи найдете на нашем сайте, включая кардиограмму эфира. Вы можете ее там выстраивать, голосуя за высказывание Станислава Белковского или против его слов. Ну, от оппозиции, от протестов мы пока далеко не уходим, потому что довольно много вопросов слушается, и с этим связано. Вот, например, спрашивают, как вам кажется, в году грядущем, будут ли перемены, то есть протест будет расти, или все сведется к серым дням застоя? Серых дней застоя уже быть не может. Застой закончился, да, началась перестройка-2, я на этом настаиваю, потому что главные ее характеристические критерии – это полное отчуждение элит от власти. Это система, совокупность процессов, которые идут к тому, что элиты перестают поддерживать тот самый режим, который, собственно, и дал им все. Так было в конце 80-х, когда, собственно, секретарь обкомов спровоцировали распад Советского Союза и крушение коммунистической системы, а не кто-то другой. Так происходит и сегодня. Ну, то есть элита вливается в протест? Элита вливается, да, конечно, со своей стороны. То есть протест с разных сторон наступно растает и наступает на Кремль, на Владимира Путина, и тот же закон, как называется, Димы Яковлево. Димы Яковлево, который мы называем просто антимагнитным? Да, закон подлецов, да. Это абсолютное безумие, которое в элитах не поддерживает практически никто. Да, де-факто не поддерживает практически никто. Простите, а как Вы делаете этот вывод, если учесть такое солидарное голосование в Госдуме и в Совете Федерации? Это привело только к дискредитации Госдумы и Совета Федерации, но эти органы никогда не были субъектами принятия решений. Вы Совет Федерации, кстати, к элите не относите? Нет, потому что есть социологическое определение элиты, так называемое, десизионное, извините за то, что я хочу свою образованность показать. Но те, кто понимает решение, Вы это хотите сказать? Да, конечно, хотя моей ведущей является Евгений Марковн Альбас, который любит такие приколы. И эти люди никогда не принимали решения. А те люди, которые принимают решения, то есть главы финансово-промышленных групп, действительно крупные лоббисты, они, конечно, в ужасе и панике от того, что происходит по поводу этого закона и всего, что с ним связано. Хорошо, так мы начали с Вами говорить про оппозицию, и Вы предложили нынешней оппозиции самороспуститься и настаиваете на том, что вот какая-то другая возьмет, откуда-то вот просто вот возьмется, что называется. Конечно, конечно, возьмется, как она проводит всегда. И что это будет за оппозиция? Откуда будут эти люди? Кто они? Это будут частично люди из нынешней элиты, частично люди, которые будут рекрутированы из рядов нынешней оппозиции. То есть я не хочу сказать, что всю оппозицию надо выжечь напалмом. А где же они сейчас, эти люди? Ну, которых вот сейчас нет, но они откуда-то должны взяться. Понимаете, этот вопрос, который я слышал много лет. Мне говорили и пять лет назад, и десять, а откуда же эти люди возьмутся? Вот откуда-то они взялись пару лет назад, да, мы услышали совершенно новые имена. Да, так сказать, я говорю, услышали имя Алексея Навального. Откуда-то взялся, взялся. Значит, как Сене Собчак, который пришел. Нет, ну Алексей Навальный прошел достаточно долгий путь в качестве, там, блогера, например, да. Нет, он прошел долгий путь, но еще пару лет назад никто не считал его серьезного оппозиционера. Он в этом качестве существует фактически два года, да. То есть вот тогда, когда мне прежде задавали этот вопрос, да, Навальный... Ну, его и до сих пор многие называют блогером, даже агентство информационное. Ну, это вопрос идентификации, вот я считаю, что он достаточно серьезная политическая фигура, хотя и растерял часть своего ресурсов в ушедшем 2012 году. Почему, это другой вопрос. Да, и там интеграция фигур типа Ксении Собчак, да, который, представьте, в политической оппозиции еще недавно был невозможен. Все это происходит, и это будет происходить, поэтому я по этому поводу не переживаю. Ясно, что отчуждение элит от власти, что есть важнейший перестроечный синдром, как мы уже обсудили, ведет к пополнению элитов оппозиции за счет любых людей, так или иначе, принадлежащих власти, связанных с ней, аффилированных с ней или не связанных с ней вообще. Хорошо. А как будет вести себя власть? Это тоже один из вопросов нашего слушателя, который пришел по интернету. Значит, если протест все равно будет, или он будет нарастать, или он будет таким же, как вы думаете, закручивание гаек будет продолжаться в 2013 году со стороны власти, или власти побоятся сорвать резьбу и остановятся? Резьба уже сорвана давно, поэтому, собственно, закручивание гаек... А когда это произошло, на Ваш взгляд? Это произошло года три назад, когда стало ясно, что у системы нет рычагов, чтобы закручивать гайки. Ну нет, потому что в системе тотальной коррупции вы закручивать гайки не можете. Да, потому что решение принимает не... нет вертикали принятия решения, вертикаль власти это пропагандистский фантом. На самом деле, вот гаишник, который стоит на дороге, он берет взятку с водителя, и он же не согласует это с начальством. И это модель, которая распространяется... Вы откуда узнаете? Подождите. Вы думаете, это его самостоятельное действие? Это его самостоятельное решение. А есть другие мнения? Многие считают, что это такая выстроенная вертикаль. Это люди с конспирологическим сознанием, которые мы с Вами, как интеллигентные люди, отвергаем. То же самое распространяется на все сферы российской жизни и деятельности. То есть ясно, что огромное количество коррупционных решений принимается на уровне начальников ЖЭКов, ДЭЗов, глав муниципалитетов, министров, региональных правительств, губернаторов и так далее. А вовсе не Путина, который находится в полном астрале и вообще уже не знает, что происходит в стране. Да, если бы он знал, то он не присуждал бы гражданству де Пардье. И уж, конечно, никак бы не допустил, чтобы де Пардье выделяли жилье в Мордовии. Тогда там огромное количество людей без жилья живет в собственных Мордовских. Ну, подождите, это как раз может быть проявлением самостоятельности властей на местах. Допустим, Мордовия, это понятно. Никак мы от де Пардье не можем уйти, но посмотрите. А это символ не эпохи, но вот этой микроэпохи. Или даже наноэпохи, в которой мы сейчас находимся. Да, но с другой стороны, вот если уж мы об этом заговорили, то может быть это как раз проявление великой мудрости Владимира Владимировича Путина, потому что вот опять-таки здесь спрашивают, ведь нас же, возможно, этим самым отвлекают от того самого закона, как вы его назвали, Дима Яковлева, а я его называю антимагнитским законом. И вот потрясающий такой ход. Вот нам выкинули де Пардье, да, вот с этим вот прекрасным решением, и нас отвлекли. Вот такая погремушка. То есть вы хотите сказать, что, например, вы в восторге от того, что российское гражданство дали старому алкоголику де Пардье? Ну, во всяком случае, я как ведущий... Не загражду ему ни одной роли, кроме фильма Бертолучи, серьезный, кроме фильма Бертолучи 20-й лет. Послушайте, ну он прекрасный актер, его многие знают, его многие любят, с другой стороны, он известен всему миру, но объективно, он известен всему миру, известен. Имя де Пардье все знают, все. И? И мы получаем его вот здесь. Он гражданин России, он сам об этом попросил. Вот для граждан России... Ну, то есть старый алкоголик, сбежавший от налогов, у себя на родине, получает российское гражданство, это не человеческий эффективный и мудрый ход. Нет, ну, подожди, это же дело оценки. Вот вы оцениваете так, а вот весь народ, тот самый народ, который избирал Владимира Путина... Весь народ, который избирал Владимира Путина, имеет значение, но не очень большое. Имеет значение те 2% населения, которые не избирали Владимира Путина. И для них это все плевок в лицо. Ну, это, конечно, следствие провинциальных комплексов Владимира Владимировича, которые были всегда. Мы помним, что когда на московский кинофестиваль приезжал Джек Николсон, то Владимир Владимирович лично приперся на дачу Никиты Михалкова... Пришел, пришел. Да, пришел, я прошу прощения, это эсфемизм. Значит, да, лично пришел на дачу Владимира, но это цензурное слово. Вы как филолог, филологу, да, знаете, это не является абсценной лексикой. Нет, нет. Он имел право употреблять его в эфире. Он лично приехал даже в широком смысле на дачу Никиты Сергеевича Михалкова, чтобы встречаться с Джеком Николсоном. И обнаружил там, что там стоят одни баранки и какие-то неправильные напитки. И сказав тогда Михалкову, что ты все богатеешь и становишься все более скупым. Потому что им было очень стыдно перед Джеком Николсоном, что он, президент Российской Федерации, приехал встречаться с Джеком Николсоном. А есть и пить нечего. Ну, и не подготовились. И сделал в качестве компенсации, надел тому кучу комплиментов по поводу фильма, значит... Сколько уж, не знаю, как он точно называется. Вот, хотя я уверен, что Владимир Владимирович, если и смотрел этот фильм, то вряд ли он ему понравился. Надо было как-то компенсировать отсутствие алкоголя и нормальных закусок на столе у прижимистого Никиты Сергеевича Михалкова. Вот такие же провинциальные комплексы, они действуют в отношении Депардье. Сейчас еще Брежит Бордо получит... Поскольку Российское гражданство, поскольку Россия родина слонов, это все знают, то очень логично, что именно за слонов Брежит Бордо дадут это самое российское гражданство. Но я лично, как гражданин России, избиратель, готов вступить в общероссийский народный фронт, или как он там называется, только при одном условии, что все-таки Путин даст гражданство в идеале. Вот если он даст, все. Я верный путинист. Боюсь, боюсь, что это нам с вами не грозит. Но поскольку нам уже тут говорят, что все, ладно, с Депардье давайте, все, все нормально, можно разговаривать про Депардье, можно, можно, можно. Все-таки ответьте, пожалуйста, на вопрос, вот опять-таки вопрос нашего слушателя, который пришел по СМС. Все-таки зачем Кремль, ну вот, занялся Депардье в первые дни Нового года? Это была абсолютная случайность. Вот почему именно сейчас? Это, знаете, как говорит молодежь, отвал башки. Никакого другого рационального объяснения этому я не вижу. То есть нет никакого хитрого заговора, нет никакого плана, нет никакой стратегии. Просто долгие годы элиты выстраивали свою стратегию, о чем я всегда говорил, со мной все спорили. Наконец со мной все согласились. Никто, конечно, не извинился из тех, кто спорил со мной в этом эфире, в том числе поливал мне грязью. Ну и бог с ним, я и не ожидаю никаких извинений. Мы будем... Не знаю, о ком это вы, но хорошо. И слава богу, что не знаете. Молодая, красивая женщина, не должна слишком много знать, а то могут появиться морщины. Так вот, о чем бишь вы? Стратегия выстраивалась на легализации этих лид на Западе. И вдруг неожиданно все рухнуло. Вот рухнула стратегия. Она рухнула сначала с законом Магнитского, потом с законом Димы Яковлева. В этой ситуации начинается паника. В панике находится и Владимир Владимирович, который понимает, что лучше не будет, будет только хуже. То есть ситуация развивается по инерции, но эта инерция негативная. Она не... Камень сам по себе не покатится в гору, он катится только с горы. Что делать, он не знает. Поэтому он начинает принимать решения, кроме того, под влиянием своего ближайшего окружения, среди которых есть ряд людей, на мой взгляд, руководствующихся логикой того самого пресловутого прикола. Например, его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Да, которые кажутся ему прикольными, и вместе с всеми удачными пиар-ходами. Вот далее, Депардье, Дрюжи Бордо, потом скажем, вот видите, как же у России плохая репутация в мире, если все ведущие французские актеры, правда, спешившиеся и вышедшие в тираж, да, просто бегут петушком за дрожками, за серпастым и лоткастым российским паспортом. Смотрите, но если, как вы говорите, двум процентам это не нравится, там, два процента от этого... Нет, это не нравится значительно большей части населения, просто решает два процента. Ну да, хорошо, но если нравится хотя бы 80% населения, допустим, вот такие новости... А 80% населения нравился и советский строй. Только когда он рухнул 21 августа 1991 года, эти 80% населения как ничего не сделали, чтобы его спасти. Так будет и сейчас. Хорошо, ну, пока мы не ушли далеко от Депардии, я все-таки задам еще один вопрос, который связан с тем, что вот ему предложили, вы сами упомянули, пост министра культуры Мордовии, и он нашел в себе мужество отказаться от этого. Но, смотрите, там возникает вот какой вопрос. Я бы, если стал министром культуры еврейской ООН, это было бы настолько политкорректно, что уже погасел бы всю волну критики в мире. Пока никто не предлагал, пока никто не предлагал. А не догадались, давайте, сейчас они услышат и, может, предложат. Ну, вот, а как вам кажется, вообще Россия имеет право предлагать такие посты иностранцам? Ну, недавним иностранцам. И, может быть... Нет, России стоит предлагать такие. Это вообще интересно. Я все-таки серьезно сейчас говорю, и стоит предлагать, потому что вся Россия построена на иностранцах. Россия — это страна иностранцев. Ее основали иностранцы. Это треугольник Труора Синюлус в 862 году. Российскую империю тоже сделали иностранцы по инициативе Петра I в 18 веке, да? Екатерина II у нас как говорила с каким-то акцентом, да, кажется, по-русски. Да, и так далее. Которая, собственно, внесла в решающий вклад в создание всех институтов Российской империи. Надо, надо это делать. Только не нужно делать это в пародийном формате. Это не должны делать Депардье и Бриджит Бордо. Это должны делать реальные иностранные специалисты. А то, что происходит, собственно, подтверждает классический тез о том, что история повторяет Заянская трагедия. И, как сказал, не помню кто, я приношу извинения автору этой реплики, но это явно не я, в два раза для тупых. Станислав Белковский, политолог, сегодня гость программы «Особое мнение». И это еще не все. Через несколько минут мы снова здесь. Стадио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Напомню, что сегодня это «Особое мнение» политолога Станислава Белковского. Плюс семь девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Это для ваших смс-ок. Все-таки о протестах еще немного. Смотрите, 13 января в Москве собираются провести марш против подлецов, так его назвали. На самом деле, против того самого антимагнитского закона. Вот вы сами, например, пошли бы на такую акцию? Я туда обязательно пойду. Не в условном наклонении, обязательно в заявительном. А как вам кажется, власти согласуют в результате проведения этой акции? Да, думаю, да. Потому что я уверен, что согласование предыдущей акции было сорвано специально к Организационным советам оппозиции. Потому что он очень боялся, что придет мало народа, и это негативно скажется на его репутации. Поэтому он сознательно спровоцировал запрет акции. Ну, потому что если год назад те же самые люди, да, мне так кажется, более того, я в этом уверен. Если год назад те же самые люди легко согласились перенести акцию с почты «Революцию» на Болотную, что же они так уперлись в Лубянку-то на этот раз? Хорошо. А здесь, как вам кажется, для такой акции место проведения важно или нет? Нет, совершенно не важно. То есть вы бы вышли на любое место, даже, скажем, влюблено? Да. Важно количество и качество людей, которые на это придут, и прийти на это надо обязательно. И хотя Эхо-Москва – это не место для политической агитации, я бы призвал всех, кто сейчас меня слушает, тоже выйти на акцию 13 января против этого закона. Ну, послушайте, к чему такая акция на самом деле может привести? Но ведь были там пикеты, одиночные пикеты, небольшие пикеты перед Госдумой, перед Советом Федерации. Не прислушались. Не хотели. Акции ведут только к одному – к демонстрации того, что лучшие люди страны занимают определенную позицию, и эта позиция не совпадает с позицией Кремля. Вот самая констатация этого тезиса очень важна. Патриарх Кирилл призвал россиян активно усыновлять сирот. Ну, это тоже понятно. Почему? В связи с чем? И так далее. Как Вы думаете, прислушаются россияне к призыву патриарха? Устав Русской Православной Церкви не запрещает самому патриарху Кириллу усыновлять сирот. Он не может вступать в матримониальные отношения, но это не значит, что он не может вступать в отношения усыновления и удочерения. Другое дело, что с точки зрения репутации священно-начали РПЦ МПРД кишат педофилия и, естественно, сопутствующие явления. Это, наверное, делать не стоит, потому что любой усыновленный крупным священником ребенок будет восприниматься как его жертва общественным мнением, скорее как спасенный. Я о том, что я только что сказал, мне кажется, я изъяснился как филолог-филологу достаточно понятным русским языком. Но Вы к тому, что начинать надо бы с себя. Это Вы имеете в виду? Я имею в виду, что патриарх Кирилл должен был бы добиться отмены закона, если бы он хотел помочь русским сиротам. Вот это было бы правильным моральным и политическим шагом со стороны Русской Православной Церкви Московского Патриархата, которая за три года патриаршества Кирилла полностью себя дискредитировала. Она заявляла себя как активная социальная сила, но в итоге эта ее социальная активность превратилась в активность пародийной. То есть это Допардье. Вот если завтра Допардье дадут, рукоположат и сделают членом Священного Синода Русской Православной Церкви, я не удивлюсь, потому что все, что Церковь делает во всех остальных областях, это вот примерно то же самое. Это какие-то мото-автопробеги с голыми девицами, какие-то быстро возводимые храмы, шаговые доступности. То есть храм уподобляется магазину, что категорически противоречит, собственно, евангельским самим тезисам об изгнании торгующих из храм. То есть все, что они делают, это абсолютно, опять же, отвал башки. И это очень хорошо. Я очень жду, что в ближайшие годы Русская Православная Церковь Московского Патриархата дойдет до полной ручки, будет ликвидировано и трансформируется в Конфедерацию Свободных Приходов. Вы правда думаете, что это возможно? Это абсолютно возможно, потому что мы живем в эпоху КПСС. Это мощнейший институт, очень старый. Каким был КПСС? Он не очень старый. Но подождите, он пережил даже революцию. Он не пережил, простите, пожалуйста, он не пережил революцию. Он создан товарищем Сталином в 1943 году. И вы помните знаменитую сцену, когда... То есть вы наставите на том, что это некая другая церковь? Это другая церковь, когда три иерарха пришли на прием к товарищу Сталину. И это были первый наш... Это был местоблюститель патриарша престола Сергий Строгородский, а также Семанский и Ярушевич известные. И Семанский следующий патриарх. Значит, вот, и местоблюститель пришел на прием к товарищу Сталину в светском платье. А что товарищ Сталин, я плохо, к сожалению, умею изображать грузинские акценты, я приношу извини всем. Можно без акцентов? Да, сказал, сказал очень островно, сказал, меня боишься, его не боишься. Вот это можно было бы как девиз повесить на резиденции патриарха в Чистом переулке. И с портретом товарища Сталина. Вот они боятся светской власти, а власти той самой, самой главной, которая на небесах, не боятся. Ну, конечно, их надо ликвидировать. Это их церковь 43-го года, она действует именно в этом ключе. Это Сергеанская церковь, ну что с ней сделаешь? Ну, ничего с ней не сделаешь. Да, были надежды, что она трансформируется по влиянию воздуха свободы, который сыграл с профессором Плечнером злую шутку. Но это священное начало сделало ровно обратно. Она сделала все, чтобы она не трансформировалась, а осталась абсолютно Сталинской Сердянской церковью. И она так и действует. И она дискритирует себя каждым шагом, что есть не следствие какой-то конспирологической теории и даже не следствие некомпетентности священного начало, потому что патриарх Кирилл Гундяев, он человек в богословском плане очень образован. О, да. Он очень хорошо все знает. Да, но он только забывает об одном, что главой церкви является Иисус Христос, Господь наш. И он решает ее судьбу. И, видимо, Господь наш Иисус Христос уже решил судьбу этой институции, которая так себя называет. И в этом смысле, чем хуже, тем лучше. Я только напомню, что это особое мнение Станислава Белковского. А не мнение радиостанции Эхо Москвы. Нет, это ваше особое мнение? Да. Бог с ней с церковью, извините. Давайте про Путина. Бог с церковью, безусловно. Давайте про Путина. Вот смотрите, была история как раз на этой неделе с рейтингом Путина, который вроде бы появился в журнале Foreign Policy, который потом оказался не рейтингом, да, а просто оценкой, причем такой стремительной оценкой одного из блогеров. Он провел там собственный опрос среди своих ньюсмейкеров. Ну вот, в связи с этим у меня на самом деле к вам очень простой вопрос. А потянул бы Путин на самую влиятельную политику, если бы вот этот опрос действительно был проведен? Знаете, опросы это все полный ерунда, как мы с вами понимаем. Давайте оценивать объективно, не по опросу. Вот, я помню, что в декабре минувшего года, я просто уже рано утром ехал на машине в аэропорт, я сейчас объясню, к чему я. Потому что уже было введено медведевское время, при котором ты просыпаешься глубочайшей ночью. Смысл этой меры мне так и не ясен до сих пор. Может быть, если кому-то ясен, заведя слушатели, пусть они объяснят это смс-ками. И тут передают по радио, что скончался любимый руководитель КНДР Ким Чен Эр. И тут же передается причина смерти у любимого руководителя Ким Чен Эр. Любимый руководитель скончался, причиной его смерти была смертельная усталость от любви к родине. Я подумал, что, поскольку это было очень рано и очень темно... Что вы еще продолжаете спать? Да. Вот примерно так вы абсолютно правильно определили. Но я подумал, что этот диагноз относится и ко мне. У меня тоже смертельная усталость от любви к родине, только мой недостаток по сравнению с любимым руководителем состоит в том, что эта любовь неразделенная. Родина любила Ким Чен Эр, а меня она не очень никогда не любила. Так вот, любимый руководитель... И тут же сообщают, что в связи со смертью любимого руководителя приводены в повышенную боевую готовность войска семи стран. Вот я подумал, а кем же надо быть? Каким великим человеком, чтобы в связи с твоей смертью войска приводили в повышенную готовность семь стран? Вот когда, не дай бог, конечно, что-нибудь случится с Владимиром Владимировичем, никакие войска приведены в повышенную боевую готовность не будут. В этом смысле Ким Чен Эр гораздо влиятельнее, чем Владимир Владимирович Путин. И страна, которая не решает ничего в мире сегодня, эта страна называется Российская Федерация, которая пользуется только двумя активами, унаследованными от СССР. Это ядерным оружием, которое находится в непонятном каком состоянии. Кажется, ну не так уж мало. А его нельзя... это орудие сдерживания, его нельзя применять в наступательном режиме. И креслом постоянного члена Совета Безопасности ООН, при том, что сам Совет Безопасности ООН превратился в полную фикцию, и все основные международные решения принимаются помимо него, как мы убедились, и вы дабы не будете этого отрицать, да? Как ее лидер может быть самым влиятельным человеком мира? Это, вот скорее, с Депардей и Бриджит Бордо, это логический итог всего этого дела. Вот им остается только устроить пляски совместные с медведями и цыганами. То есть, вам кажется, что не было бы шансов, если бы этот рейтинг существовал в реальности? Если бы этот рейтинг существовал, если бы это был рейтинг, основанный на реальной информации и реальных экспертах, а не обывателях, которые действительно могут по сообщениям СМИ, а на Западе же традиция страшного нагнетания в отношении России и Путина, она существует в советских времен, она и осталась. И там всегда, я читаю западные газеты довольно часто, там все время пишут, что завтра российские танки войдут куда-нибудь, хотя они уже все развалились, танков нет. Ну, не все, не все. Хорошо, не надо про танки и про Путина, давайте еще раз про Депардье. Ну, в самом конце. Алкит из Пенза, у нас с вами меньше минуты. Вот он вам пишет, Алкит, Шаляпин, Нуриев, Тарковский, как и Депардье, сбежали от системы. Вправе ли вы их осуждать или глумиться по этому поводу? Во-первых, я не глумился над Шаляпиным, Нуриевым и Тарковским, потому что они сбежали от тоталитарной системы, а Депардье от тоталитарной системы не сбежало, он сбежал всего лишь от налогов. То есть, то, за что осудили Ходорковского, например, и Лебедева, да? Ну, как я понимаю, у него и другие проблемы с французским государством, в частности, завтра ему на суд, в связи с тем, что он в пьяном виде ездит на Таролере. Да, и, кроме того, в самолете он совершил непристойную акцию, если помните. Ну, за это пока не судят, но все равно. Да, и так далее. Поэтому над клоуном-офигляром, который совершил несколько правонарушений по законам, собственно, демократической страны, ну, я не собираюсь сочувствовать этому человеку. То есть, вы думаете, что это все-таки разные случаи? Ну, как минимум разные. Станислав Белковский, политолог, был сегодня гостем программы «Особое мнение». Я Марина Королева. Всем счастливо. У вас есть право обсудить...